всем привет блендер 290 где только не лазил искал информацию как правильно сделать именно анимацию лошади да есть картинки покадровок в принципе хватает но нет тайминга и как-то все дело это где-то дает сбой все попробовано словом уйма времени потраченное давайте поймем как это все дело работает оказывается все просто я взял ролик спарки взял опять же 13 кадров но опять же картинки там ролики на youtube уже готовая анимация ну давайте посмотрим что я могу вам рассказать по этому поводу профессионалов просьба не ржать так вытаскиваем тайминг и мотаем опять как вот со спарки дело было будем пока применять эту систему так мотаем чтобы были у нас все кадры первые вот как в ролике по спарке опять же посмотрите если кому будет интересно и нам нужно будет 13 кадров ставим сразу 13 кадров и прописывать нужно первый кадр потом опять 7 и прописать 13 давайте этим займемся и так вот такие косточки пишем пед первый кадр так это значит тройка на нампаде у кого нампада нет на ноутбуках вот новые сейчас идут хонор как у меня то опять же не забываем переключаться преференции находим так input и вот они и ему это ну короче вот прочитайте нампад вот эти две галочки ставите и единички вот эти верхние те кнопки будет работать у вас и так выбираем вот эту косточку первую и жмем G и вытаскиваем ее вот сюда вот так лапу так теперь вот эту лапу отводим назад эту лапу ставим как-то вот так немножко ее можно перекрутить и вот эту копыту перетаскиваем как бы вот можно вот сюда эту чуть-чуть можно побольше гнуть поменьше ну так как-то поставим давайте в принципе пока нормально намечаем пока грубовато потом будем дорабатывать и вот эту лапу G подставляем чуть-чуть сюда так чуть-чуть ее можно перекрутить и G как бы вот под эту часть вот дальше грудины ставим ну приметите вот по этому расстоянию опять же расстояние нужно чуть побольше ставить смотрим первый кадр все нормально прописываем а и это пишем локрот теперь нам нужен седьмой кадр у седьмого кадра мы G вот эту лапу теперь тянем к середине вот эту лапу так смотрим я все сбиваюсь так семерка на нам паде и тройка на нам паде так наоборот вот эту лапу G подтаскиваем чуть-чуть так вот так оставляем и вот эту часть можно немножко подкрутить теперь эту часть G переводим вот сюда вот в такое положение ставим G следом вот эту лапу G оставляем вот подтягиваем как-то сюда а эту лапу чуть-чуть R перекручиваем подкручиваем вот эту вот копыту и G подставляем поближе вот тут сюда вот так опять путаюсь в костях тройка на нам паде наоборот так эту значит G лапу сюда R перекручиваем G ставим на это место а эту лапу вот чем плохо вот этот шкелет что вот нету мышц и задняя просвечивается кости так а эту ставим вот сюда пишем а и локрот смотрим что получилось вот такая движуха потом я вам еще ролик сниму как делать ходьбу там вообще прикольно так и теперь нам нужно 13 кадр поменяем теперь вот эту позу поставим вот этот первый кадр shift D и переводим ее на последний 13 кадр dance 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 почему все так происходит давайте вот косточки отключу смотрим смотрим вот вы видите вроде бежит лошадь да но суть в чем что вот эти кадры немного сбиты и нам нужно теперь вот прописать именно вот эту постановку и вот это вот зона отрыва но задние лапы придется немножко переделывать потому что блендер не совсем вот правильно вот эти три ну вот эти промежутки чуть-чуть подставляет не сильно но нужно их доработать так тройка на нам парень ставим теперь давайте второй кадр или давайте начнем вот двенадцатый поставим чуть-чуть ноги сейчас изменим потом поменяем по моему шестой да шестой я потом менял итак вот эту лапу вот эту лапу это двенадцатый кадр напоминаю G вытягиваем вперед немножко вот эту вот так перекручиваем и G как бы вот в натяжечку и вот эту дальнюю лапу тоже R мягче делаем чтобы вот эта ступня потом так сказать ну давала мягко так а эти лапы так и стоят ровно даже их можно еще вот так вот G ровнее поставить и R мягче сделать копыта вот так пишем а и локрот смотрим ну вот уже какие-то изменения теперь ставим шестой нам понадобится кадр его меняем тоже будем делать все кадры вот у лошади не прокатывает такое вот как на спарке на других вот двухногих там еще каких-то персонажей здесь вот чуть-чуть все посложнее так теперь ставим тройку R немножко перегибаем вот эту часть R немножко можно вот сюда вывести и G как бы чуть-чуть назад а эту лапу чуть-чуть поднять и немножко вот эту вот R ступню как бы выровнять вот так вот что-то в таком духе чтоб получилось G пишем а и локрот смотрим что получается вот уже перебив помягче пошел вы видите нужно нам теперь кадр отрыва сделать получается вот у нас первый кадр это контакт второй кадр или третий идет кадр отрыва вот если мы сейчас добавим давайте третий кадр и от семерки десятый да или девятый вот девятый добавим тут добавляем третий сейчас чуть-чуть изменяем его позу так смотрим чтоб опять ноги меня не сбили G вот эту лапу подтягиваем и можно ее немножко R как бы вот перекрутить наверное вот так вот и вот эту косточку тоже поставить как бы вот в такое положение так и вот эту лапу вытаскиваем вперед наверное вот таким вот образом да это а вот дальнюю так она точно она а вот эту лапу G чуть-чуть подгибаем R вот чуть-чуть еще сгибаем G подтягиваем и перекручим вот эту вот опыту так теперь вот это лапа или так вот это лапа тройка на нампаде G ставится ровно тройка на нампаде уводим ее под корпус делаем R и G ставим ее на пол а вот эту вот задираем где-то вот сюда или даже наверное стоп пардон вот вот как-то наверное G R чтоб побольше она согнулась так вот и вот теперь можно так ее поставить и G подальше от тела так ну проверяем а и локрот локрот убираем вид костей вот вы видите нормально бежит прям резво бодро как спирит душ апрель или как там мульфин назывался я кстати его поглядел как он бегает хотел тоже его скопировать я тоже его потом покажу как это все дело работает возможно даже уже не на скелете а на нормальной лошади ну хотя скелет прям нормально видно что тут да так вот косяк теперь какой вышел сильный перекрут тут я сделал кости и вот здесь вот нужно будет на втором кадре видите сейчас уже поправлять вот эти моменты тоже нужно ловить так так третий теперь второй кадр делаем здесь нам нужно будет опять же лапы не попутать g ставим лапу подальше сюда вот эту а вот эту назад корректируем лапу что тут у нас лапы выходит что ее так переконфузило так и r и g чуть-чуть вот так 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 теперь джи вот эту лапу вдоль так как-то вот так наверное сделаем попробуем немножко согнуть вот вот таким вот образом а вот эта лапа вот это r выгибаем ее и g вдоль прям ставим где-то вот так ну что-то в таком духе пишем а и локрот смотрим что получилось ну вот неплохо так бежит гаврик так ставим паузу и дописываем теперь восьмой кадр так три тут два конечных ну в принципе будем все прописывать корректировать чтобы он мягче бегал можно конечно и так оставить уже вот вот таким вот образом в принципе бежит он все нормально вот контакт отрыв потом можно если вот третий вот этот кадр третий можно g перевести задержку допустим на четвертый ну здесь вот добавить по-любому кадры надо и смоем как он бежит видите задержка появилась кадр с третьего ушел на четвертый и вот он уже мягче бежит теперь нам нужно прописать допустим ну давайте здесь четвертый получается от седьмого вот от первого раз два три четыре пять кадров и от седьмого раз два три четыре пять двенадцатый тринадцатый замыкает так получается давайте так ну сначала десятый сделаем если что на девятый его переведем так десятый тройка на нампаде вы видите что все лапы в отрыве вот поэтому неправильно немножко прописаны эти кадры вот эту лапу r нужно поставить g вот сюда поближе к середине тела а эту лапу g подальше так ну чтобы помягче было теперь 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 вот эту дальнюю g ставим вперед r перекручиваем ну и g как-то поровнее ставим а эту лапу ну что-то так опять я попутал да и дрить тройка g вот эту лапу ставим сюда ее перекручиваем в ровнее ставим а вот эту теперь вот так вот раз и r вертаем назад и поближе g к этой лапе ну вот пропишем а и локрот так здесь смотрим опять же на всех кадрах где лапы должны стоять они должны стоять наут на полу пишем а и локрот ну и вот погнал наш спирит вот так он мягенько бегит таким же образом можно подкорректировать взять допустим вот если десятый кадр g мы переведем на девятый а вот четвертый допустим к пятому поближе смотрим видите как теперь он бежать стал медленнее так чуть-чуть замедленно если сейчас пятый отводим на g на четвертый или даже на третий а девятый уведем к одиннадцатому давайте посмотрим совсем другой бег становится вот задержку ставите или ускорение вот таким вот образом так это опять четвертый у меня а это пусть будет девятый проверяем мне нужно чтобы он побыстрее интенсивнее так бежал ну вот нормально так так какие еще нюансы если мы все кадры вот эти пропишем он будет еще мягче бежать но их тоже нужно корректировать вот допустим на третьем давайте посмотрим что на третьем не так в принципе на третьем все так за исключением что вот вот эта штука вот должна быть вот так вот и уходит чуть-чуть где-то вот таким вот образом вот здесь вот уже нормально за счет прописанных вот этих кадров уже вроде и нога тут на месте если мы сейчас пропишем а и лок рот давайте посмотрим что изменилось если мы добавили еще один кадр ставим тройка на нампаде и включаем play вот здесь уже перебивов больше больше кадров и больше как то движение видно так теперь что поставим смотрим проверяем одиннадцатый кадр включаем кости включаем тройка на нампаде нога чуть-чуть не стоит можно чуть-чуть поближе к корпусу перевести вот одиннадцатый кадр так тройка перевертыш опять же G G вот эту лапу надо сюда по-моему сейчас еще раз перепроверюсь G R надо сюда ну да тройка на нампаде так вот это еще наверное поближе к этой лапе надо и чуть-чуть ее помягче а вот здесь вот чуть-чуть копыта в бок вот так увести мягкость вот бега тоже зависит от того как вот копыта куда смотрят так а и локрут смотрим что да как вот думаю что где-то было не так перебив не та лапа была должна была левая вытянутая быть а правая согнутая а здесь была правая вытянутая левая согнутая и поэтому вот чуть-чуть был не так бег виден так вот теперь беда в чем а беда теперь в восьмом кадре вы видите вот две лапы вместе они не могут быть вместе вот тоже косяк давайте исправлять и так вот дальние левая лапа да она должна быть вот здесь в этот момент и стоять на полу так а это лапа должна быть задрана повыше и немножко еще как бы перекручена и где-то ну где-то вот тут вот ну а эти лапы правильно вроде а и локрот смотрим что получилось ну вот уже нормально а то здесь третья нога какая-то мотылялась так а вот она и третья нога десятый кадр вот он перебив идет прописываем теперь десятый кадр а десятый кадр у нас был девятый перетаскиваем его назад теперь девятый перепропишем заново тут тоже две ноги рядом такого быть не должно теперь вот эта нога должна быть вот здесь а эта нога должна быть вдали по-моему а вот это вот так и немножко r как бы g что-то вот так должно быть а и локрот выключаем кости и смотрим dance 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 перетаскиваем тогда g четвертый кадр на пятый смотрим что получилось проверим сейчас четвертый кадр так и вот это чтобы мотыляне не было так давайте вот вот так вот ее подправим и чуть-чуть поближе поставим а и локрот смотрим проверяем тройка на нампаде побежал вот вот теперь нормально что еще должно быть именно в анимации вот этой лошади да давайте посмотрим какие у нее кадры выходят вот здесь вот вот вы видите что первая лапа пошла вперед на первом кадре семерка на нампаде вот этот позвоночник вот эту костяшку берем и r вдаль уводим вот от этой лапы чтобы здесь образовался угол а голову тем не менее надо ровно поставить по линии вот перепрописываем а и локрот тело пошло и вот здесь вот смотрим тринадцатый кадр delete keyframe копируем первый кадр shift d вот сюда и смотрим что получается вот он дергается в одну сторону теперь нам нужно поставить чтобы вот на седьмом кадре центральный вот здесь вот это ключица так или нет давайте на восьмом попробуем семерка на нампаде и поставим изгиб теперь позвоночника r вот в эту сторону а шею вертаем назад на ровную полосу а и локрот так выключаем тройка на нампаде и смотрим play вот вы видите что уже более такое движуха пошла возможно я сильно немножко перекрутил но это не суть вопроса будем потом корректировать так теперь единица на нампаде еще вопрос в чем это вот кто смотрел именно как я гуся делал потом как вот собаку спарки смотрим в чем проблема а проблема в том что вот эти лапы вот эти лапы надо тоже корректировать g чуть-чуть их как-то вперед это как-то вот на одну ось ставят и вот какая нога бежит вот эта нога она должна быть ближе к середине тела пишем а и локрот и выбираем первый кадр так тринадцатый опять delete keyframe и первый кадр делаем shift D перетаскиваем уже лошадь бежит прикольней движуха у нее там так седьмой кадр это ж у нас центральный кадр без него никак тут опять же тело надо подкорректировать это выбираем вот эту лапу G так пардоните не так кость control z ух костлявый какой товарищ так 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 тройка на нампаде на нампаде единица на нампаде G к середине так а вот эта лапа чуть-чуть от тела в бок уходит теперь вот эта лапа вот эта лапа так единица на нампаде она должна быть вот так по центру ну почти по центру там плюс-минус чтобы корпус ровно держался а и локрот так смотрим что да как да вообще жесть все почти получается тут теперь вопрос по хвосту и по шее да давайте тройку на нампаде и получается на каких кадрах у нас шея опускается да давайте смотреть так первый кадр здесь вот можно его опять же эту шею опустить немножко вот как-то так здесь корпус ровно и G таз немножко припустить вот так а и локрот так теперь тринадцатый опять придется delete keyframe и копировать первый кадр shift д завершающий так седьмой кадр вот седьмой кадр здесь он стоит вот таким образом да что еще ему нужно сделать здесь значит R опускаем ему тоже голову A английская выбираем и R перекручиваем как бы на взлет его пускаем потому что лапы вот эти вверху и под углом должен стоять этот персонаж а и локрот смотрим как он теперь бежит вот у него теперь трясучка появилась вот почему трясучка потому что вот на этих кадрах шею тоже нужно вот шея раз и опускается а на этих стоит опять же с хвостом давайте разбираться хвост у нас так вот опять смотрим что да как вот на этом на восьмом кадре R тоже перекручиваем G немножко уводим назад A и локрот здесь 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 так здесь выравнивается он а здесь задница задирается по-моему это одиннадцатый кадр так девятый кадр ставим тоже R немножко подкручиваем так немножко и G приподнимаем так вот эту ступню можно R помягче поставить английская A G ставим A и локрот и вот он теперь должен помягче так здесь он в принципе ровно должен быть на десятом кадре тоже R чуть-чуть его перекрутим A и локрот смотрим дальше он выравнивается вот на одиннадцатом кадре R голова тоже опущена A и локрот так здесь хвост поднимаем так R вот так вот A и локрот на двенадцатом хвост тоже должен быть как бы в одном положении A и локрот так 13 здесь теперь что получается начинаем со второго кадра перекручиваем R вот в такое положение персонажа корректируем немного лапы чтобы жопа была задрана и шею и шею само собой опускаем A и локрот вот здесь тоже вы видите жопа задрана значит нужно все это дело R перекрутить G поднять чтобы не нарушить именно вот эту точку где копыта стояла используйте MOV вот такая штукенция так копыта немножко нужно конечно вот так поставить A и локрот ну и шею опять же R чтобы она у него была ровная даже можно шею так control Z смотрите как шею можно ставить R вот чтобы вот эта полоса по позвонку ровная даже была вот таким образом ну пока control Z пусть в одном положении согнутые потом можно поправлять так A и локрот так с хвостом что делаем так 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 четвертый тоже давайте сразу R перекрутим с помощью моф поднимаем кверху а и локрот так шею не забыть чтобы внимательнее было а и локрот пятый такая штукенция переводим поднимаем а и локрот и шею я опять как всегда забыл а и локрот вот трясучка если будет то шею вот нужно будет корректировать как-то в одном на одной полосе чтобы она была тоже нужно приметить какую-то рамку создать чертеж какой-то по квадратам ну хотя тут можно ловить вот квадраты есть это неудобно вот так все прикольно шестой кадр верхняя точка все теперь толчок пошел потом идет вот эта точка это должна быть тоже нижняя по моему так здесь у нас верхняя точка а здесь тогда должны быть нижние где ноги расставлены должна быть нижняя точка чуть-чуть припускаем а и локрот смотрим седьмую шестую полет нормальный здесь все нормально смотрим за хвостом на седьмом кадре на седьмом кадре хвост р он ровный вот так аж а и локрот а вот на этих кадрах хвост внизу на остальных кадрах он должен должен идти к верху так на двенадцатом он должен быть хвост ровно а и локрот теперь на тринадцатом он тоже должен быть ровно а и локрот так на первом что у нас с первым кадром тоже хвост здесь ровный а и локрот так здесь хвост вниз на седьмом пошел к верху восьмой р выше поднимаем а и локрот на десятом на десятом на девятом тоже р чуть-чуть к верху а и локрот р а и локрот здесь тоже типа к верху можно мотыляне сделать ну вот опять же его подгадывать на где-то выше где-то ниже чтобы он трепыхался а и локрот на двенадцатом ровно и на тринадцатом ровно и на первом тоже ровно смотрим что получилось вот шеи то что я и говорил получается здесь вот шея вот так опущена на шестом вот на шестом кадре давайте попробуем тоже р опустить а и локрот на пятом смотрим на этих шея нормальная на седьмом чуть-чуть поднимается шея и и вот на этих кадрах давайте тоже шею поправим а и локрот хорошо хорошо еще использовать кубы сейчас покажу вам бибон вот эти и растяжение делать чтобы мягкая шея была и можно было шею ближе к ребрам груди тянуть или дальше вот анимацию конечно на бибоне вот этом лучше сделать так что еще давайте на восьмом тоже р а и локрот на девятом так на девятом даже можно вот эту штуку прям приподнять повыше а и локрот на десятом тоже немножко еще больше перекрутить а и локрот а делали мы шею и р шею тоже а и локрот р шею а и локрот ну на одиннадцатом двенадцатом вот на двенадцатом прыжок тоже будет тоже опускаем ну не намного а и локрот давайте смотрим что получится ну вот в принципе вот такая штука нужно подгадывать теперь шею вот мотыляне у шеи сильно идут с этим я еще делом немного не разобрался нужно какую-то картинку я не знаю как-то нарисовать какую-то полосу что ли получается получается если вот двойка шея вот тут находится то вот при тройке при тройке шея должна и значит чуть чуть к верху подняться а и локрот при четверке она должна оставаться на месте при пятерке тоже на месте так так и вот здесь тоже самое если мы возьмем за начальную восьмерку то на девятке шею нужно немножко припустить а и локрот так или вообще вот этого персонажа g припустить а и локрот и смотрим что получается включаем play отключаем видимость костей в принципе нормально бежит немножко убрать трясучку и будет в принципе все нормально если вот еще в чем косяк смотрите если вы делаете анимацию на 13 кадров вот они у вас установлены да допустим допустим вы захотели поставить не 13 кадров а допустим 24 вот это все растянуть смотрите что вы делаете английская а выбираете все делаете с и тяните до 24 кадра но у вас теперь идет другая уже анимация так вот поставим сейчас 24 кадра получается у вас уже будет другая анимация вы видите что где-то заторможенность почему потому что кадры нужно теперь опять же корректировать находить седьмой кадр и ставить делить 24 пополам седьмой кадр должен теперь быть на 12 остальные должны здесь по мере установки как на 13 кадров стоять ближе дальше словом тут надо их допрописывать дорастягивать корректировать вот такая еще штука есть так что если вы делаете на 24 кадра делаете сразу на 24 лучше уменьшить тогда скорость прибавляется ее как-то не видно но когда скорость ну в смысле уменьшаете скорость так пардон когда уменьшаете размер кадров скорость увеличивается и не так заметно допустим где-то что-то там сбой какой-то если вы делаете растягивание именно кадров то уже заметно вы видите что вот два кадра тут вместе слиплись здесь вроде все нормально вот теперь если ну вот я не знаю так 12 это какой надо поприметить я забыл 12 короче ищем вот да 12 вот это будет середина и тогда G от 10 так это 9 так получается 1 2 3 4 5 6 7 вот этот на 8 ставим теперь здесь вроде все по кадрам разбились вот как будто один кадр теперь будет мешаться так это на 4 этот на 2 смотрим что получается вот вы видите теперь жопа не опускается подвигаем эти ближе так а эти ближе допустим к 12 вот жопа стал опускаться ну заторможенность налицо нужно допрописывать добавлять вот эти вот промежуточные кадры вот эти вот кадры допустим 19 нужно прописать и он будет тогда возможно более менее нормально мягко бежать так вот пока такая информация по анимации лошади потом рассмотрим именно анимацию ходьбы лошади а вот эти уже блокинги прыжки там уже в принципе все понятно не так все сложно именно вот эта вот часть самая трудная рысь голоб как они там бегают короче вот такая штука все всем пока до свидания а Продолжение следует...